Привет, жители Тундры! С момента последнего ролика прошло уже достаточно много времени, но я не сидел сложа руки все это время, а летал на шведских самолетах. Если быть точнее, на все линейки G-29 Тунан, или Тунан, как мне сказала гугл-женщина. Но так как я не являюсь на таком шведского языка, и честно говоря, без понятия, на какой слог там обычно ставится ударение, а тем более в этом слове, то пусть будет Тунан. Те, кто знают, можете поправить в комментариях, всем будет интересно. Поэтому сегодня мы с вами разберем каждую модификацию, которая представлена у нас в игре. А представлено их пока что 4 штуки. Давайте разберемся, в чем же они отличаются друг от друга. Сперва я бы разделил их на две группы. Первая, это две ранние модификации с BR-8.0, 29А и 8.3, его штурмовая по факту версия. Не отходя от кассы, скажу, что BR у него завышен необоснованно. Дело в том, что у 29-х был очень прожорливый движок, несмотря на его не самую большую мощность, но именно у ранних модификаций. Поэтому, чтобы дать самолету возможность летать и наносить удары по наземным целям противника, ему увеличили баки. Но как бы в игре это особо ролять-то не будет, кроме неуправляемых ракет, которых не так уж и много, и эффективность которых не самая высокая. Про это мы, конечно, с вами поговорим позже, но все же я считаю, это не стоило того, чтобы повышать BR даже на 0.3. Тем не менее, BR у него стоит выше. Вторая группа, это две поздние модификации, 29D в виде премиумного самолета и 29F, самый топовый из Тунанов и к тому же располагаемый в основной ветке развития. Ранние и поздние модификации отличаются еще и движками. У поздних стоит двигатель RM-2B, который выдает на максимальной тяге 2070 кг и на форсаже, то есть на взлетной, у него 2401. У ранних самолетов RM-2 более слабый движок, у него нет форсажного режима и выдает он всего лишь 2150 кг. Есть еще одно отличие, которое стоит упомянуть, чтобы потом не тратить на это лишний раз время. В модификации D, в отличие от всех остальных самолетов, стоит 4 30-мм пушки с боезапасом 400 снарядов, в то время как у всех остальных 4 20-мм пушки Bofors с боезапасом 720. Теперь давайте поговорим про каждую группу, но уже с оглядкой на геймплей. И сперва давайте обсудим поздние агрегаты. Первое, что наверняка многие из вас сразу заметят, это их максимальная скорость 1050 км в час, что как бы для БР-8С не отлично, но и не ужасно. Но опускаем взгляд чуть ниже и видим дикую скороподъемность в 59 метров в секунду. Для этого БР-8С я считаю просто офигительный показатель. И лично мне вот это соотношение легкого самолета, не очень высокой максималки, но хорошей динамики и скороподъемности напомнило G91. Тут конечно есть свои нюансы, но про это чуть позже. Что еще является для меня плюсом, так это прочность корпуса. За все время, с учетом того, что играл я исключительно от маневра, доворачивал на бешеных скоростях и по ГД вырубал пилота, не удалось порвать крыло. Я как бы не говорю, что из-за этого он сразу подойдет новичкам, но по крайней мере людям вроде меня, которые не любят смотреть за скоростью, за перегрузками, да еще как подойдет. К тому же мы неплохо переживаем различные повреждения, но правда когда речь идет о каких-то желтых крыльях, рыжих хвостах и так далее. В таком положении, в таком состоянии самолет может еще неплохо управляться и даже дать сдачи. В отличие от тех же МиГ-15, Цейбров и всех остальных самолетов с этих БРов. Но как правило, если в нас попадает хорошая фугасная плюха, это шот. Компоновка тесная, самолет небольшой и от взрыва нам повреждает сразу движок, как правило до филда мы просто-напросто не долетаем. Что касается вооружения, то здесь история следующая. С 30-ками на модификации Д стреляем только прокликами и с маленьких дистанций, тогда когда вы прям максимально уверены в том, что попадете по самолету. А вот что касается модификации F, то боекомплекта хватать вам будет на весь бой и даже больше. Заканчивался у меня он на нем очень редко, с учетом, что стрелял я там не прокликами. 20-ки с их дамагом я бы не сказал, что какие-то очень грозные. Да, иногда вышибают по попаданию, а иногда всаживаешь несколько очередей самолету абсолютно пофигу. Повреждение фюзеляжа, повреждение закрылка и все в таком духе. А что из этого лучше, я даже сказать честно говоря не могу. Кому-то больше нравятся 30-ки, кому-то 20-ки. Тут дело вкуса. Но, что очень важно, так это на модификацию F подвешиваются еще две ракеты воздух-воздух АИМ-9Б. А это как минимум еще один дополнительный фраг. И если, допустим, с вашей скоростью вы не можете погоняться за большей частью противников, которые попадаться будут у вас на верхней ступеньке БРа, то, скажем так, с этими ракетами воздух-воздух гоняться за ними и не придется. Просто пускаете в спину и дело сделано. А с учетом того, что их апнули нехило, как я уже говорил, и доворачивают они сейчас очень сильно, то это еще один плюсик к вашей эффективности. Еще интересный момент, который я не до конца понял, это двигатель в модификации F. Я вычитал, что вроде бы на него ставили еще более мощный движок, который выдавал аж целых 2950 кг. Но в игре у нас почему-то стоит RM2B. Правда, здесь я не уверен, ставили ли это на все серийные F-ки или только хотели его ставить, в итоге не стали его устанавливать. В общем, вопрос открытый. Почему этого движка нет и должен ли он был устанавливаться на эту модификацию? Что касается тактики игры, то здесь все просто. Взлетаем с филда, набираем скорость и начинаем забираться 1000 на 3 на 4. Благо с нашей динамикой и скороподъемностью мы сделаем это очень быстро. А там на высоте набираем снова скорость и начинаем по одному выхватывать противников. С небольшой поправкой. На этом самолете все-таки можно влезать в докфайты, но не бездумно. Когда уверен, что за тобой никто не пойдет в след и не срежет тебя при первом же заходе. Но так или иначе, с нашей маневренностью и динамикой, повторюсь, это возможно. И иногда будет очень даже хорошей тактикой. Но я бы вам советовал сильно не упарываться по докфайтам и пытаться все-таки выхватывать по одному противников и навязывать им уже свой стиль боя. Ну а теперь давайте перейдем к двум ранним модификациям. После игры на двух предыдущих самолетах может показаться, что эти двое точно такие же эффективные, правда, в рамках своего БРа. Именно с такими мыслями я шел в бой на 29А. Как же я разочаровался, как только начал взлетать, набирать скорость и пытаться заклимбить. Скороподъемность как-никак 25 метров в секунду, что даже для позднего поршневого самолета не самый высокий показатель. Я бы даже сказал средний показатель, которым хвастаться точно нельзя. Максималка, да, здесь где-то 1000 с лишним километров в час. Но почему я говорю где-то, потому что достигать вы ее не будете. Разве что в пикировании или если очень долго лететь по прямой. Как бы, как правило, у вас скорость будет 700-750. Ну тут даже 500 километров в час набрать это самое настоящее испытание. Да, потом движок начинает работать пободрее и набираете скорость гораздо быстрее. Но так или иначе нам все равно прямая дорога в сайт клим. Как только забрались на высоту, оттуда смотрим за противниками, выбираем самого подходящего для вас и не торопитесь на него пикировать. Лучше продумайте все ваши действия на 2 или 3 этапа вперед, после чего начинайте атаку. Потому что этот самолет, во-первых, не прощает ошибок. Во-вторых, он крайне неохотно восстанавливает энергию и высоту. И в-третьих, у него есть проблемы с маневренностью. Так как двигатель здесь заметно слабее, чем у поздних моделей, то ему элементарно не будет хватать мощности, чтобы эффективно толкать эту бочку вперед и не давать ей сильно сливать энергию при маневре. То есть 2-3 витка, когда вы слили скорость до 500 и вы можете просто повиснуть в воздухе, превратившись в очень легкую мишень. Так что не злоупотребляем и доворачиваем очень аккуратно. Если подытоживать, то эта модификация похвастаться может разве что максимальной скоростью на своем БРе. Но с учетом того, что чаще всего вас будет закидывать выше, то есть на 8.7 или 9.0, то как бы хвастаться будет особо-то и нечем. А вот что касается штурмовой модификации. В плане воздушного боя она отличается ничем. Но в совместных боях у вас будет на выбор несколько неуправляемых ракет. Одна хлещит, другая, честно говоря. Есть неукокалиберные, которые вам абсолютно не пригодятся, так как дамага у них нет. Есть 4 крупнокалиберные ракеты. Боевая часть у них аж 5 с лишним килограмм, но толку от этого почти никакого нет. Даже при прямом попадании по танку иногда дамаг просто-напросто не проходит. Так что не советую. Есть еще ракеты среднего калибра. С фугасной боевой частью и кумулятивной. Они в принципе одинаковые, напоминают чем-то РП-3, но только лишь за исключением того, что кумулятивные летят просто-напросто ужасно. При этом фугасные обладают хорошей баллистикой, неплохим дамагом. Да, с плэшом забрать ты никого не сможешь. Но при прямом попадании по танку, точнее в его уязвимую часть, с вероятностью процентов 85, а то и даже 90 дамаг будет. Хоть какой-то, но все-таки будет. И это я считаю главное. А вообще вся эта ситуация напоминает мне братьев Лансенов. То есть точно так же есть модификация АБ, которая является истребителем, и модификация А, которая является якобы штурмовиком. Почему якобы? Потому что в War Thunder это штурмовиком являться в принципе не может. Здесь то же самое. Вы самый обычный истребитель, которому дали несколько ракет, назвали ястребом Бобром и пустили в бой. То есть вы как бы в промежутке до или после того, как сбили вражеский самолет или попытались его сбить, пытаетесь атаковать вражеские танки. Насколько это успешно будет получаться, зависит только от вас и от того, как будет благосклонен к вам рандом War Thunder. Так что как-то переоценивать его явно не стоит. Единственный плюс в том, что в совместных боях вы будете появляться сразу на высоте и уже с энергией. И как бы в таких условиях вести себя можно чуточку понаглее. Хорошо, давайте будем подытоживать. В целом линейка 29 на мой взгляд получилась достаточно интересной. За исключением того, что интересным агрегатом не является только премиумный и топовый линейный. Все остальные, ну это самый настоящий проходняк. Покупать премиумный я вам советовать точно не стану. Премиумная техника, особенно топовая, это та техника, которая требует от тебя опыта. И покупать ее просто ради того, чтобы ускорить, скажем так, процесс прокачки, но при этом не имея никакого опыта игры на этих бейерах смысла никакого нет. Ты еще больше в итоге потратишь времени, сольешь все нервы, деньги и будешь разочарован. А допустим качать сейчас топовую модификацию я считаю смысла нет, потому что ее до конца не отстроили. Возможно еще будут нерфить, апать, а вот что будет после этого, это совсем другая история. Вероятно и БРС корректирует как-то более точно. Но все это мы с вами посмотрим и обязательно обсудим в следующих роликах. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр и удачных вам боев. Подписывайся на Гаджента. Гаджета 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 Гаджета